Добро пожаловать в Казанский федеральный. В КФУ в честь студентов-первокурсников состоялся праздничный концерт. Вы всегда были, есть и остаетесь крыльями нашего взрослого полета в этой жизни. Как в набережной Челнинском институте Казанского университета отметили 1 сентября. Не так позади все, что было, экзамены, ЕГЭ, вы стали студентами нашего прекрасного университета. Всем привет! В эфире Универ-Ньюса, студия Елизавета Никитина. В деревне Универсиады состоялось мероприятие для первокурсников Казанского федерального университета. Как это было, смотрите далее. Торжественное мероприятие для студентов первого курса Казанского федерального университета состояло из деревни Универсиады. Со вступлением на новый жизненный этап первокурсников поздравил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Поздравляю вас с вступлением в нашу большую семью Казанского федерального университета. Университет носит добрые и славные традиции. Ему более 200 лет. Я думаю, вы гордитесь, что стали студентами Казанского федерального университета. Мы с коллегами, с профессорами, с преподавателями надеемся, что дадим вам здесь хорошее образование. Вы получите, главное, хорошую и востребованную специальность и будете жить и работать в этой великой стране. Вы знаете, вас ждут впереди очень замечательные годы. Я когда-то сам был студентом и, как вы, сегодня получал студенческий билет, жил в общежитии на красной позиции, жил в этом прекрасном городе, городе Казань. Я думаю, у всех у вас в будущем останется частичка вот этого духа, вот этого ДНК Казанского федерального университета. Поэтому еще раз поздравляю вас, наши первокурсники, в добрый путь. После этого ректор университета вручил студенческие билеты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, а также первокурсникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов. Помимо этого заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева произнесла наподственные слова наиспеченным студентам. Разрешите, я приглашу на сцену выпускника Казанского государства университета, вице-премьера нашей республики, Пазлееву Лейлу Ринатовну. Пожалуйста, поприветствуем ее. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я бесконечно благодарна вам за возможность сегодня присутствовать на вашем мероприятии, на вашем празднике и быть причастной Казанскому федеральному университету в очередной раз. Конечно, уже раскрыли тайну, что я тоже выпускница Казанского федерального университета, филологического факультета. Приветствую отдельно филологов. Спасибо, дорогие друзья. Приветствую также всех студентов, которые выбрали Казанский федеральный университет для учебы. Я хочу пожелать вам самых ярких студенческих будней, самых ярких студенческих выходных. И, конечно, не каждому из вас хочется пожелать здоровья. И помните, что для каждого вашего родителя, для мамы, папы, бабушки, дедушки, вы всегда были, есть и остаетесь крыльями нашего взрослого полета в этой жизни. Я хочу пожелать, чтобы каждый из вас все так же радовал родителей. Это очень важно. И со временем вы все это точно поймете. Хорошей учебы, замечательного настроения. И помните, что в правительстве республики Татарстан у вас точно есть свой человек. В рамках мероприятия студенческое объединение «Казанские юлбарсы» приняло нового ректора в свои ряды, подарив ему на память фирменный хоккейный свитер. Представители объединения выразили надежду на новые академические и спортивные победы университета. Для первокурсников торжественное мероприятие стало еще одним поводом для гордости. Они – часть одной большой семьи. Я нахожусь в таком очень сильном предвкушении от учебного процесса, от студенческих активностей, каких-то мероприятий и так далее. Сегодня у нас была экскурсия по нашему корпусу. Вообще очень понравилось, здорово. Честно говоря, такие непонятные ощущения. То есть вроде что-то новое, что-то интересное, так скажем, намечается. И я думаю, что будет в принципе интересно. Я, так скажем, ожидаю чего-то нового. Мне интересно будут, какие пары, какие люди, какая движуха будет. В ходе мероприятия первокурсники вместе с ректором провели торжественную церемонию закрытия капсула времени с пожеланиями от первокурсников, которые уже сейчас предвкушают предстоящую студенческую жизнь. Новые люди, новая жизнь и абсолютная неизвестность. Занятия у студентов первого курса еще не начались. И хотя страхи есть, они не в силах потушить энтузиазмы первокурсников. Мне кажется, у меня будет отличная группа, мы уже познакомились, ребята просто классные. Но мне кажется, из-за физры могут быть проблемы. Ну, пока чувствую страх каким-то себя маленьким котенком брошенным. Но думаю, что быстро свыкнусь, привыкну к такому новому ритму жизни. На самом деле, это так неожиданно что-то новое, потому что школа прошла, и теперь у нас взрослая такая жизнь, которую мы лишаем ее самостоятельно. Концертная программа, поставленная студентами Казанского федерального университета при участии приглашенных артистов, останется в памяти сегодняшних первокурсников яркой точкой отсчета их студенческой жизни. И хотя впереди много неизведанного, они точно знают, что в стенах родного вуза смогут обрести поддержку и опору. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Первого сентября в России и многих других странах отмечают День знаний – начало учебного года. В этот день в школах проходят торжественные линейки. В вузах Новый учебный год тоже празднуют. Как же это происходит, узнаете в следующем сюжете. Первого сентября Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета собрал более тысячи новоиспеченных первокурсников и их родителей, чтобы встретить долгожданный учебный год. В этом году радостное событие. Вы знаете о том, что Казанский федеральный университет совместно с ПАО КАМАСКО, к индустриальным партнерам этого проекта, открывает передовую инженерную школу. И порядка 30 детей, первокурсников, студентов уже сейчас, сегодня набраны, приступят к обучению по специальности передовой инженерной школы. Деньги будут потрачены, ребят, на создание интересных программ для вас, для создания научных лабораторий, других образовательных пространств, где вы можете в полной мере не только узнавать что-то новое, но и делать на практике поставленные КАМАЗом задачи. Итак, позади все, что было, экзамены, ЕГЭ, вы стали студентами нашего прекрасного университета, который в этом году отмечает 218 лет. И вы вливаетесь в 9-тысячный коллектив нашего института и в 50-тысячный коллектив нашего университета. Вас 50 тысяч. Представляете, это целый город с преподавателями еще больше. Поэтому давайте себя еще раз поздравим с этим замечательным событием. Каждый первокурсник смог больше узнать о своем институте, познакомиться с новыми ребятами. Старой доброй традицией в Набережной Челнинском институте Казанского университета стало награждение первокурсников в различных номинациях. Номер один, золотой фонд, 218 лет КФУ, счастливчик года, самый юный студент и добро пожаловать. Почетные гости вручили ребятам именные статуэтки и памятные подарки с эмблемой Казанского университета. Я ожидаю от учебы всего только самое лучшее. Я поступаю на юрфак. Надеюсь, что я буду хорошим специалистом. КФУ хороший университет. Я думаю, учеба будет хорошей, качественной. Преподавательский состав тоже. Ну вот, меня привлекло то, что близко к моему городу. Я из Дерникамска. Также то, что в целом неизвестный университет. В нем хорошо учиться, я думаю. В сентябре я подал заявку 217-й. И так совпало, что КФУ сегодня тоже 217 лет. Я очень доволен институтом. И с самого детства хотел в него поступить. Потому что моя сестра тут училась. Она также много чего хорошего рассказывала. В общем, моя мечта свершилась. Ярким завершением праздника стала финальная песня от вокальной студии New Voices. И зажигательный флешмоб с участием активистов Набережной Челнинского института. Алина Красильникова, Центр медиакоммуникации Набережной Челнинского института Казанского федерального университета, Универньюз. Вот и лето прошло. И привет тебе осень. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в начале сентября. С чем связано такое понижение температуры? И каких еще сюрпризов ждать от погоды узнавала наш корреспондент. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в начале сентября. С чем это связано, давайте узнаем у нашего эксперта. Юрий Петрович, расскажите, какая погода ожидает казанцев в ближайшее время и какой циклон накроет татарстанцев? Погода в ближайшие дни будет октябрьской, потому что начиная с понедельника температура резко понизится в ночное время, в дневное время. Ночью будет 7-8 градусов, днем уже градусов 13-14-15. Эта температура все-таки не начало сентября. Такое резкое похолодание связано с тем, что местный антициклон, который обославливал вынос теплых воздушных масс с юго-востока, изменит циркуляцию. Если до этого воздушные массы поступали с запада и Прибалтики, то теперь они стали северными. Понижение температуры произойдет в два раза. В выходные дни температура продолжит падать. В субботу и воскресенье 3-4 сентября ожидается понижение до 3-8 градусов. Днем будет выше 14-19 градусов. При этом погода такая холодная, она продержится, конечно же, целую неделю, пожалуй, целую неделю. А затем все равно должна выправляться, потому что в сентябре средняя месячная температура, она порядка 12 градусов. Самые холодные дни, по словам эксперта, будут 5-6 и 7 сентября. Что касается осадков, то в сентябре дождей ожидается мало. Сохранится неустойчивый характер погоды. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете стартовал проект «Путь к успеху». Первым гостем стал директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский. Напомним, что проект реализуется при поддержке российского общества знания. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова